Глава четвертая Чернее, чем черная чернота, С тылой стужа бездонней, Мертво стискивает пустота, Дрогнул погиб, но выносят тебя Хрупкие крылья драконьи. Несмотря на то, что Мави тщательно промыла рану, К вечеру рука у Миноли опухла, Девочка металась в жару. У постели сидела одна из тетушек. Она меняла холодные компрессы и тихонько мурлыкала себе под нос, Желая успокоить больную. Но ее пение имело обратное действие. Даже в бреду Миноли ни на миг не забывала, Что музыка ей теперь запрещена, И от этого только сильнее металась и стонала. Наконец Мави, не выдержав, напоила ее вином, Обильно сдобренным сонным настоем. И Миноли снова впала в беспамятство. И это оказалось к лучшему. Рука так распухла, что стало ясно, Слизь Голована попала в кровь. Пришлось позвать женщину, Которая хорошо разбиралась в целительстве. К счастью для Миноли, Они, посовещавшись, решили распустить грубые стежки, Чтобы зараза вышла наружу. Миноли постоянно пичкали сонным зельем, И каждый час прикладывали к руке горячие припарки. Яд Голована опасная штука, И Мави ужасно боялась, как бы не пришлось отнять руку, Чтобы воспаление не пошло дальше. Она не отходила от постели дочери. Миноли и не снилось такое внимание, Но девочка была без сознания, И не могла оценить материнской заботы. К счастью, вечером четвертого дня, Зловещие багровые полосы, Исчертившие растутую руку Миноли, Стали исчезать. Опухоль постепенно спала, И края страшной раны побледнели, Приобретя здоровый цвет заживающих тканей. В бреду Миноли то и дело упрашивала кого-то Позволить ей сыграть еще разок, Самый последний. Она просила так жалобно, Что у Мави просто сердце разрывалось. Но она, как никто другой, знала, Что беспощадная судьба Не оставила дочери никакого шанса. Кисть навсегда останется скрюченной. Может, оно и к лучшему. Новый орфист без конца донимал Януса вопросами. Вынь ему-то положь, Котор разучивал с детьми Учебные песни и баллады. Сначала Янус испугался, Что Миноли допустила оплошность, И на всякий случай сказал Эльгиону, Мол, с ребятишками временность Донимался один из воспитанников, А незадолго до приезда орфиста Вернулся к себе в холм. Видно, у паренька задатки неплохого орфиста, Дометил Эльгион. Да и старик Петерон был настоящий учитель. Эта похвала застала Януса врасплох. Он не мог взять свои слова обратно, И в то же время не хотел сознаться, Что речь шла о девочке. А потом решил, Пусть все остается как есть. Как ни крути, О девчонке орфистам все равно не бывать. По возрасту Миноли уже не полагалось посещать занятия, А уж он последит, Чтобы она была занята делом до тех пор, Пока музыка не станет казаться ей детской забавой. Хорошо еще, что Холд не опозорила. Жаль, конечно, что дочь так неудачно порезалась, И не только потому, что Холд потерял хорошего работника. С другой стороны, теперь она будет держаться от орфиста подальше, Пока не забудет свою дурацкую страсть к сочинительству. Правда, пару раз за время полезни Миноли Он вспоминал ее голосок, На чего чисто и нежно он звучал, Когда они с Петероном бывало пели дуэтом. Но Янус мигом выбрасывал эти мысли из головы. У женщин есть другие дела, И нечего петь да принчать. Да и заботы у него были важнее обычного. Судя по сведениям, которые сообщил ему с глазу на глаз новый орфист, В холдах и веерах творились небывалые дела, Случались и серьезные неприятности. Все это быстро отвлекло его внимание От такого незначительного события, Как болезнь дочери. Один из вопросов, который часто задавал ему орфист Эльгион, Касался отношения полукруглого холда к своему вейру, к Бендену. Еще Эльгиона интересовало, Часто ли обитатели полукруглого встречаются вместе с древними, Что Янус и его холдеры думают о всадниках, О предводителе Бендена и госпоже Лессе. Не возражают ли они, Что всадники ведут поиск юношей и девушек Для запечатления в цехах и холдах. Был ли Янус или кто-нибудь из его холда приглашен в веер на рождение? Янус отвечал на вопросы немногословно, И первое время орфист вроде казался довольным. Полукруглый всегда исправно платил Бенда на десятину, Даже до того, как появились нити. Мы знаем свой долг перед веером, А они блюдут свой. С тех пор, как начались падения, А тому же оборотов пять, Ни одна нить не упала на нашу землю. Древние? Ну, наш холд подчиняется Бендену, И мы редко видим людей из других вееров. Другое дело, Керон или Нера, Там падение частенько приходится на границу двух вееров. Помню только, Все мы были рады, Когда древние пришли, С прошлого нам на подмогу. Садники всегда желанные гости у нас полукруглым, А женщины веера, Так те бывают здесь каждую весну и осень, Собирают сливу и топильнику, Траву и всякое такое. Госпожу веера я никогда не встречал, Только вижу иногда после падения, Как она пролетает на своей ремонте. А флар, предводитель веера, Парень что надо. Поиск? Ну, если в полукруглом отыщется подходящий малет, Для нас это будет великая честь, Разумеется, мы его отпустим. Правда, такая задача еще никогда не вставала Перед правителем морского, Никто из полукруглого не был отмечен при поиске. Оно его лучше, Удовлетворенно размышлял Янос, Ведь забери они какого-нибудь парнишку, Так сразу каждый второй начнет ныть, Что выбор пал не на него, А в море надо работать, А не мечтать о всякой ерунде. Вот незадача, Эти мерзкие ящери-то повадили, Слетать у драконьих камней. Правда, пока никто не смог туда добраться И издавить фаера, Так что особого вреда от них нет. Возможно, новый орфист Исчел своего холдера Ограниченным трудягой, Начисто лишенным всякого воображения, Но годы учения в помне подготовили Его к такому повороту. Он прекрасно усвоил свою задачу, Постепенно, подспудно готовить перемены, Пусть вначале едва заметны, Ведь мастер-орфист Хочет, чтобы каждый холдер, Каждый цеховой мастер, Вышел за узкие рамки Потребностей своего холда, Своего цеха, Своих людей. Орфисты не только певцы и рассказчики, Они арбитры правосудия, Доверенные советчики холдеров И цеховых мастеров, Воспитатели молодежи. И теперь, Больше, чем когда-либо, Необходимо изменить Заскорузлые привычки, И взгляды, Заставить всех, Начиная с юнцов, И кончая стариками, Мыслить о судьбах всего перна, А не только своего клочка земли, Оберегаемого от нитей. Многое придется изменить И пересмотреть, Ведь если бы в свое время Флар Бенденский Не устроил всем встряску, Если бы леса не решилась На тот фантастический полет На 400 оборотов в прошлое, Чтобы привести Пять недостающих вееров, Сейчас весь перн кишел бы нитями, Не уцелило бы Ни единого островка зелени. Благодаря предводителям Бендена Расцвели все вееры, А с ними и весь перн. И холды, и цеха Тоже не прогадают, Если только пожелают Воспринять новые взгляды и веяния. Ведь полукруглый Вполне можно расширить, Размышлял Ольгион. Сейчас здесь ужасная теснота. Ребятишки говорят, Что в окрестных скалах Полно пещер. Да и корабельная пещера Может вместить куда больше, Чем три с лишним десятка лодок. И все же Ольгион был доволен тем, Что увидел здесь. Ведь это было его первое назначение. В холде ему отвели Отдельную, хорошо вставленную комнату. Еды было вдоволь. Разве что мужчине, Привыкшему к сочному куску мяса, Рыбная диета может скоро надоесть. А обитатели полукруглого Вполне милые люди, Только немного мрачноватые. Один вопрос не давал ему покоя. Кто так безукоризненно Вышкалил детей? Старик Петерон сообщил Мастеру Робинтону, Что в полукруглом Есть подающий надежды Сочинитель песен. И приложил две безыскусные мелодии, Которые произвели На мастера орфиста Большое впечатление. Еще Петерон сообщил, Что у сочинителя в холде Не все ладится. И что новому орфисту Петерон, когда писал это письмо, Уже знал, что долго не протянет. Следует найти к нему Особый подход. Полукруглый держался особняком И чтил старые порядки. Поэтому, следуя его совету, Эльгион не спешил, Ожидая, что паренек Раньше или позже Объявится сам. Музыка говорит сама за себя. И судя по тем двум песням, Которые орфисту показали, У мальчугана, несомненно, Были хорошие задатки. Если же он действительно воспитанник, И сейчас в холде его нет, Что ж, придется подождать, Пока он вернется. Вскоре новому орфисту Удалось обойти все мелкие холды, Ютившиеся в береговых скалах Полукруглого, И познакомиться с их обитателями. Девушки заигрывали с ним, А когда он вечерами пел В главном зале, Томно поглядывали на него И вздыхали. Откуда было знать Эльгиону, Что Миноли именно тот человек, Который ему нужен? Янус внушил ребятишкам, Что новому орфисту не понравится, Если он узнает, Что их учила девчонка, И если они проболтаются, То опозорят холд. А когда Миноли Изуродовала себе руку, Стали поговаривать, Что она никогда не сможет Ею владеть, И будет слишком жестоко Составлять ее петь по вечерам. Когда девочка Правилась от болезни, И рука ее сожила, Но по-прежнему не разгибалась. Окружающие старались Не напоминать ей о музыке. Да и сама она не появлялась В главном зале. А поскольку она теперь Не могла выполнять работу, Требующую сноровки, Ее частенько отсылали Собирать зелень или ягоды, Причем, как правило, В одиночку. Если Мави и удивляла Неразговорчивость И замкнутость Младшей дочери, Она приписывала Их толк и тяжелые болезни, А никак не расставанию С музыкой. Она отлично знала, Время лучше лекарь, А пока следила, Чтобы Миноли Не сидела сложа руки. Мави любила, Чтобы работа кипела, И Миноли Старалась пореже Попадаться матери на глаза. Девочку вполне устраивало, Когда ее отсылали Собирать ягоды и зелень. Как-никак, Целый день на воле, Подальше от холта, От людей. По утрам, Когда все вокруг Сбивались с ног, Торопясь накормить рыбаков, Которые или отправлялись в море, Или возвращались С ночного лова, Она, сидя в уголке Огромной кухни, Неторопливо съедала хлеб С рыбой, Выпивала кружку крови. Потом брала с собой Сверток с рыбными колобками, Сетку или кожаный мешок, И докладывала старушке, Возившейся в кладовой, Куда отправляется. И поскольку память И старушек, Что дырявая сеть, То и было не взомек, Что Миноли уже ходила туда вчера, Или пойдет на следующий день. Весна была в полном разгаре, Болото покрылись ковром зелени, Запестрели цветами, Самое время для клешня зубов Вылезать из моря И откладывать яйца на мелководье. Эти мясистые морские раки, Покрытые жестким панцирем, Отличались нежным вкусом, И юные обитатели Холда, В том числе и Миноли, Вооружившись сетками, Ловушками и сопками, Отправились на промысе. За четыре дня Они очистили от клешня зубов Все окрестные пусточки, Пришлось искать места подальше. Поскольку падение могло случиться В любую минуту, Уходить далеко от Холда Было небезопасно, И юным добытчикам Строго-настрого приказали Соблюдать осторожность. Прибрежных жителей Подстерегала еще одна опасность. Этот оборот принес с собой Необычно высокие приливы. Уровень воды в корабельной пещере Так поднялся, Что два больших шлюпа Не могли ни войти, ни выйти, Без того, чтобы не опустить мачты. Глядя на отметки, Которые на добрых две ладони Превышали прошлый рекордный уровень, Моряки только качали головами. Пришлось обследовать Нижние пещеры Холда. Не образовалось ли, где течь? Нижнюю часть причальной стенки, Окружающей гавань, Укрепили мешками с песком. Случись шторм посильнее, И все дамбы смоют начисто. Янус был настолько озабочен, Что даже заглянул к старому дядюшке И долго беседовал с ним, Надеясь, что тот вспомнит Похожие случаи из тех времен, Когда сам правил морским холдом. Царик был, конечно, рад поболтать, И пустился в пространные рассуждения О влиянии звезд на приливы, Но когда Янус вместе с Эльгионом И двумя опытными корабельными мастерами Попытались извлечь из его рассказов Что-нибудь полезное, Оказалось, что ничего нового Они так и не узнали. Никто не сомневался, Что приливами управляют Вовсе не три яркие звезды, А две луны. Тогда они послали сообщение О необычных приливах в Айгенхолп, С тем, чтобы его Как можно скорее переслали в форт, Главный мореходный холп. Янус не хотел потерять Свои большие суда, А потом убдительно следил за приливами, Твердо решив, Не выводить шлюпы Из корабельной пещеры, Если прилив поднимется Еще хотя бы на ладонь. Когда ребятишки отправлялись Ловить клешних зубов, Им было велено глядеть в оба И докладывать обо всех Необычных фактах, Особенно о новых отметках приливов, Прибрежных бухтах. Только боязнь нитей Удерживала самых Бесшабашных юнцов от того, Чтобы под этим предлогом Не забрести подальше от дома. На этом, Менойли, Которая предпочитала Исследовать дальние места в одиночку, Старалась как можно чаще Напоминать им о нитях. Когда же миновало Очередное падение И всех снова отправили За клешня зубами, Менойли, положившись На свои длинные ноги, Постаралась сразу оторваться От компании мальчишек. Да чего же все-таки здорово Бежать вот так? Думала она, Оставляя между собой Ближайшими преследователями Еще один холм. Дальше пошли кочки, Менойли пришлось замедлить бег. Не хватало еще сломать ногу, А быстро бегать может даже девчонка, Даже со сключенной рукой. Нет, об этом она думать не будет. Менойли изобрела один фокус. Чтобы ни о чем не думать, Нужно все время считать. Сейчас, например, Она считала шаги. Так она и бежала все вперед и вперед, Внимательно глядя себе под ноги. Теперь мальчишки ее в жизни не догонят, Но она все равно бежала, Ощущая радость ритмичного движения, Слух, считая шаги, Бежала, пока не заколола в боку И не заломила ноги. Тогда она перешла на шаг И подставила расгоряченное лицо Прохладному ветру, Глубоко вдыхая его свежий морской запах. Оглядевшись, Менойли удивилась, Как далеко она собралась. Вдали отчетливо виднелись драконьи камни, И только увидев их, Девочка вспомнила про маленькую королеву. На беду она вспомнила и песенку, Которую сложила в тот день. Теперь Менойли понимала, Что это был последний день Ее безоблачного доверчивого детства. Она зашагала дальше, Вдоль прибрежных скал, Время от времени свешиваясь вниз, Чтобы проверить линию прилива На каменных откосах. Сейчас прилив не достиг И половины высоты, Решила она. И точно, кое-где, Высоко над водой, Были заметны следы, Оставленные прошлым приливом, А эта бухта довольно глубокая. Что-то промелькнуло над головой, Намиг заслонив солнце. Менойли глянула на небо, Всадник облетает побережье. Отлично зная, Что он ее не заметит, Девочка все же помахала ему рукой, И долго стояла, Наблюдая, как дракон, Плавно скользя, Исчезает вдали. Как-то раз, Когда они с Селой Укладывались спать, Сестра сказала ей, Что Эльгион уже Несколько раз летал на драконе. Села даже поежилась От ужаса и восторга, И клятвенно заявила, Что сама она никогда В жизни не осмелится На такой подвиг. Про себя Менойли подумала, Что Селе такая возможность Вряд ли когда-нибудь представится. Теперь почти все, Что говорила, А скорее всего и думала Села Вертится вокруг нового архиста. И девочка знала, Что сестра в своих мечтах Не одинока. От мысли о том, Что все девчонки в Холде Совсем одурили От архиста Эльгиона, Ей удалось почти безболезненно Перейти к растумьям Об архистах и музыке. И снова она услышала Огненных ящериц. Их взволнованные вскрики И писк говорили, Что-то случилось. Менолия опустилась На четвереньки И подползла к самому краю обрыва, Нависшего над полским берегом. Только берега уже почти не осталось, Файры вились над узкой полоской песка, Почти под тем самым местом, Где притаилась Менолия. Она придвинулась еще ближе к краю И свесилась вниз. Королева налетала на пелищиеся волны, Как будто бешеными взмахами крыльев Хотела остановить их наступление, Потом отступала, скрываясь из вида, А остальные файры продолжали Бестолково кружиться на месте, Как испуганное стадо, Почуявшее хищников. Королева издавала резкие повелительные выкрики, Как будто призывала остальных Что-то предпринять. Менолия, которая никак не могла понять Причину переполоха, Перевесилась через край обрыва. И тут карниз под ней обвалился. Напрасно девочка пыталась удержаться, Судорожью цепляясь за кусты осоки. Трава только резала пальцы, Выскальзывая из рук, И Менолия, сорвавшись с крутизны, Рухнула вниз. Мокрый песок смягчил удар, Но на несколько минут лежало Оглушенное падение, Не в силах вздохнуть. Потом перевернулась и отползла Подальше от набегающих волн. Взглянув вверх, Она ошеломленно потрясла головой. Надо же, Гробнуться с высоты Никак не меньшей длины Целого дракона. Интересно, Как теперь выбираться обратно? Но, смотрев поверхность Скалистого отпоса, Она убедилась, Что он не так уж не приступен, Как может показаться С первого взгляда. Да, он вздывается почти отвесно, Но кое-где видны уступы И впадины местами довольно глубокие. Теперь нужно найти Опоры понадежнее, И можно попытаться вылезти. Отряхнув песок с ладонями, Ноли направилась В дальний конец пусточки, Намереваясь поискать Самый удобный путь. Не успела она пройти Несколько шагов, Как что-то с яростным криком Метнулось ей прямо в лицо. Девочка прикрыла глаза руками, Но маленькая королева Продолжала бесстрашно Кидаться на нее сверху. Странно ведут себя эти файры, Как будто защищает что-то от нее И от подступающих волн. Миноли огляделась. Оказывается, Она едва не наступила На кладку огненной ящерицы. Прости, прости, пожалуйста, Я не заметила, Не надо так злиться, Закричала Миноли, Но маленькая королева Не давала ей двигаться с места. Перестань, Да не трону я твои яйца. Чтобы заказать искренность своих намерений, Миноли попятилась к скалистому берегу И спряталась под нешироким карнизом. Выглянув из своего укрытия, Она не обнаружила маленькой королевы. Но девочка рано радовалась. Спрашивается, Как можно вылезть наверх, Если огненная ящерица Набрасывается, Как фурия, Стоит только сделать шаг По направлению к ее Драгоценным яйцам. Миноли скрутилась в своей норе, Стараясь устроиться поудобнее. Держаться от яиц подальше, Она осмотрела откос, Вздымающийся у нее над головой. Похоже, здесь тоже можно найти Кое-какие зацепки. Девочка осторожно выбралась наружу, И не спуская глаз в складки, Греющиеся на ярком солнце, Дотянулась до нижнего уступа. Но королева была на стороже. Отстань, говорю, убирайся, Я же тебя не трогаю. Острые коготки царапнули ее по щеке. Ну, пожалуйста, Не нужны мне твои яйца. Королева снова бросилась в атаку, И Миноли пришлось убраться под карниз. Из длинной царапины сочилась кровь, Девочка стерла ее краем блузы. Есть у тебя хоть капля ума? Спросила Миноли невидимого противника. Ну, зачем мне твои дурацкие яйца? Держи их при себе. Я просто-напросто хочу выбраться отсюда. Неужели непонятно? Я хочу домой. Может быть, если сидеть, Не шевелясь, она забудет обо мне? Подумала Миноли И подтянула колени к подбородку, Но ступни и локти Все равно торчали наружу. Вдруг откуда-то вынужден Бронзовый самет И взволнованный вереща Закружился над кладкой. Миноли увидела, Как королева взлетела И присоединилась к нему. Так значит, она сидела На краю карниза, Поджидая, когда Миноли Сунется наружу. Надо же! А я еще сочинила про тебя Такую отличную песенку! Подумала Миноли, Наблюдая, как фаеры Суетятся над кладкой. Это была моя последняя мелодия! Где же твоя благодарность? Тело у девочки затекло От долгого сидения, Но она не могла Удержаться от смеха. Что за дурацкое положение? Приходится сидеть, Согнувшись три погибели Под карнизом, Спасаясь от малышки, Которая и размером До всего с локоть. Услыхав ее смех, Оба фаера исчезли. Неужели испугались? Не даром Мави любит повторять Улыбка да смех Сулят успех. Может быть, Если все время смеяться, Они поймут, Что я им не враг? Или наоборот, Испугаются, И я успею забраться наверх? Неужели только смех И может меня спасти? На всякий случай Миноли начала Старательно хихикать. Она вдруг заметила, Что года прибывает Довольно быстро. Выскользнув из-под карниза, Она закинула мешок за плечи И принялась карабкаться вверх. Но оказалось, Что карабкаться и смеяться Одновременно практически невозможно. Ей не хватало воздуха. Вдобавок, Фаеры теперь накинулись На нее вдвоем. Они целили в лицо, Вцеплялись в волосы, Крупкие на вид крылья Оказались грозным оружием. Тут уж Миноли Стало и вовсе не до смеха. Она снова забилась Под карниз, Размышляя, Что же делать дальше? Если их напугал смех, Может быть, Стоит попробовать пение? Пою-ка им свою песенку, А там посмотрим. Решила Миноли. Она пела ее в первый раз С тех пор, Как увидела Фаеров. И голос звучал Не слишком уверенно. Ну и ладно, Должны же они все-таки понять, Что я хочу им сказать. От души надеялась девочка, Во весь голос, Распевая кривую песенку. Но оказалось, Что пела она зря. Никого, Никакого следа Фаеров. Как тебе и надо, Пробормотала Миноли. Теперь ты видишь, Что никто на свете Не интересуется твоей музыкой. Она поспешно выбралась Из укрытия И нос к носу Столкнулась с парой Фаеров. Девочка быстро присела, Когда снова выпрямилась На карнете, Где только что сидели Фаеры, Никого не было. Исчезли, Но она была почти уверена, Что вы в глазах Мелькнули любопытство И неподдельный интерес. Послушайте, Если вы слышите меня оттуда, То, может быть, Вы посидите там, А я пока пойду. А когда выберусь наверх, То могу петь вам Хоть до самого вечера. Только отпустите меня, Пожалуйста. Миноли снова Осторожно выползла Из укрытия И затянула песню, Прославляющую драконов. Не успела она подняться И на пять шагов, Как явилась королева С подмогой И пронзительно крича Сыгнала ее вниз. Сидя под карнитом, Девочка слышала Над головой царапанья Коготкова камень. Ну вот, Теперь у нее появились Слушатели, Только лучше бы их не было. Она выглянула, На нее Зачарованно смотрели Уже десять пар Вращающихся глаз. Давайте условимся, Я спою вам Гневную песню, И вы меня отпустите. Договорились? Глаза продолжали Вращаться. Миноли приняла Это за согласие И за дело. Пайры зачирикали Удивленные, Волновые. Неужели они Каким-то чудом Поняли, Что в песне Говорится О благородных Холдах, Чтящих Славных Садников? Недоумевала Миноли. Зайдя до последнего Куплета, Она выпрямилась. Перед ней Предстало Удивительное зрелище. Королева Фаеров И девять Громдовых Завороженно Снимали ее Пенью. Я Свободна? Спросила девочка И положила руку На карниз. Королева Стремительно Вытянула шею. Миноли Оттернула руку. А я То думала, Что мы Договорились. Королева Просительно Чирикнула. Миноли Поняла, Что ей Вовсе Не украшают. Просто Королева Не позволяет Ей уйти. Не хочешь, Чтобы я Уходила? Спросила Миноли. И показалось, Чтоб глаза Королевы Засветились Еще ярче. Но мне Правда Пора. Если я Останусь, То просто-напросто Утону. Смотри, Как вода Поднимается. Миноли Постаралась Пояснить Свои слова Жестами. Вдруг Королева Громко Вскрикнула. На мгновение Зависла в воздухе. Потом В сопровождении Бронзовых Слетела на Песчаный берег К своей кладке И принялась Кружить над ней Пронзительной Настойчивой Чирикой. Быстро Прибывающая Вода, Которая Так беспокоила Миноли, Приближалась К гнезду, Грозя затопить Его. Бронзовые Вторя Жалобом Королевы Метались Взад Вперед. Самые Смелые Подлетали К Миноли И, Покружившись Над ней, Снова Возвращались Нападать Больше Не будете? Миноли Сделала Несколько Шагов По направлению К гнезду. Крики Поутихли, Девочка Пошла Быстрее. Когда Она Приблизилась, Маленькая Королева С превеликим Трудом Ухватила Яйцо И, Отчаянно Махая Крыльями Поднялась С ним В воздух. Было Видно, Каких Усилий Ей Это Стоит. Бронзовые Велись Вокруг Тревожно Галдя, Но Они Были Слишком Малы И Ничем Не Могли Помочь Своей Королеве. Только Теперь Миноли Увидела, Что Подножие Скалы Усеяно Осколками Скорлупы И Жалкими Тельцами Крошечных Неродившихся Фаеров. Королева Опустилась Яйцом На Карниз, Которого Миноли Раньше Не Замечала. Он Тянулся На Высоте В пол Клины Дракона От Поверхности Моря. Девочка Видела, Как Королева Опустила Яйцо На Карниз И Стала Передними Лапками Проталкивать Его Вглубь. Должно Быть В Скале Было Отверстие. Через Некоторое Время Она Снова Появилась На Карнизе И Скользнула Вниз, Паря Над Пенистыми Гребнями Волн, Которые Подбирались Уже К Самой Кладке. Меща Как Сварливая Тетушка. При Этом Сравнении Девочка Не Могла Удержаться От Смеха. Но Сердце Ее Наполнилось Жалостью И Восхищением. Такая Малышка И В Одиночку Пытается Спасти Своё Потомство. Погибшие Фаеры Почти Совсем Сформировались. Значит Рождение Может Произойти Со Дня На День. Не Удивительно Что Королева С Таким Трудом Управляется С Яйцами. Так Ты Хочешь Чтобы Я Помогла Тебе Перенести Яйца? Догадалась Миноли. Что Ж Давай Попробуем. Девочка Нерешительно Потянулась К гнезду Готовая Сразу Отскочить Если Окажется Что Она Неверно Истолковала Настойчивый Приказ Королевы И Взяла Одно Яйцо. На Ощип Оно Было Тёплое И Совсем Постепенно Твердеет Лёжа На Горячем Тыске Площадки Рождения. Значит Маленькие Фаеры Должны Вот-вот Вылупиться. Осторожно Сажав Яйцо В Искалеченной Руке Миноли Стала Медленно Карабкаться Вверх По стене Тщательно Выбирая Опору Для Рук И Ног. Наконец Она Поравнялась С карнизом И Положила На Него Яйцо. Тут Появилась Маленькая Королева И По-хозяйски Положить На Яйцо Переднюю Лапку Наклонилась К лицу Миноли Так что Девочка Совсем Рядом Увидела Фантастическое Вращение Переливчатых Посетчатых Класс. Малютка Нежно Черепнула И принялась Откатывать Яйцо Подальше От края Одновременно Властно Покрикивая На Девочку. Во Второй Заход Миноли Удалось Нести Сразу Три Яйца Но Она Видела Что Вряд ли Успеет Опередить Стремительно Наступающую Стихию Яиц Оставалось Слишком Много Будет Верстие Хоть Немного Пошире Сказала Она Маленькой Королеве Выкладывая На Карниз Очередные Яйца Бронзовые Могли Б Тебе Помочь Но Королева Не слушая Деловица Откатывала Яйца Одно За Другим Миноли Попробовала Убашири Можно Было Перенести Оставшиеся Яйца В мешке Стараясь Не обломить Выступ Скалы Ведь Так Недолго Засыпать Королеву Вместе Складкой Миноли Принялось Осторожно Расширять Отверстие И Забрушился Поток Песка Королева Принялось Сердито Отчитывать Девочку Но Та Не обращая Внимание На Сварливые Выкрики Ящерицы Сметала Скорница Персок И Мусор Похоже Дальше Идет Твердая Порода Миноли Расчищала Кот Пока Не получился Довольно Просторный Тоннель В широкой Корловине Потом Несмотря На Яростные Протесты Королевы Она Спустилась Низ И Развязала Мешок Как Только Ящерица Увидела Что Миноли Складывает В мешок Яйца Она Закатила Бурную Истерику И Набросилась На Девочку Норовя Вцепиться Ей Волос Расцарапать Лицо И руки Вот Что Дорогая Трого Сказала Миноли Мне Твои Яйца Не нужны Я Ведь Стараюсь Выиграть Время Чтобы Спасти Твой Выводок А Для Этого Нужен Мешок А Не руки Миноли Вышла Мгновение Глядя На Порхающую У нее Перед Глазами Ящерицу Поняла Миноли Показала На Волны Стремительно Выбегающей На Остаток Герека Вода Поднимается Даже Драконом Ее Не Остановить Не То Что Тебе Она Снова Стала Бережно Укладывать Яйца В Мешок И Так Придется Переносить Их За Два А то И За Три Раза Чтобы Не Побить Я Положу Их Туда Она Махнула Рукой В сторону Карниза Теперь Поняла Глупая Голова По Ящерица Поняла Во всяком Случае Тревожно Курлыкая Она Взлетела На Карниз И Взмахивая Полураскрытыми Крыльями Стала Наблюдать За Действиями Миноли Теперь Когда Обе Руки Были Свободны Девочка Могла Карабкаться Быстрее К тому же Ей Удалось Осторожно Закатить Яйца Подальше В Туннель Ты Лучше Позвала На Помощь Бронзовых А то На Карниз И Скоро Не Останется Свободного Места Пришлось Возвращаться Еще Дважды И В Последний Раз Вода Плескалась Всего Двух Ладонях От Гнезда Маленькая Королева Сумела Приставить Своих Фронзов И Тел Миноли Слышала Как Ее Сварливые Выкрики Эхом Отдаются В Глубине Туннеля Судя По Всему Там Должна Быть Довольно Просторная Пещерка Ничего Удивительного Все Прибрежные Скалы Источены Ходами И Полостями Миноли Бросила Последний Взгляд На Бухточку Воды В ней Было Не Меньше Чем По Колено Потом Подняла Глаза Вверх Она На 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 Половине Пути Выше Виделись Подходящие Опоры Для Рук И Нок Ну Прощайте В ответ Раздался Многоголосый Щебет И Миноли Прыснула Представив Себе Как Королева Дает Бронзовым Наконяй Чтобы Они Разложили Яйца Поаккуратнее Браться До верха Скалы Оказалось Не Так-то Легко Пару Раз Миноли Чуть Не Сорвалась Наконец Она Вознеможении Плюхнулась На Жесткую Траву У Края Обрыва От Непривычных Усилий Левая Рука Просто Отваливалась Девочка Немного Полежала Переводя Дух Пока Сердце Не Перестало Выскакивать Из Грудив Дующий С моря Ветерок Остудил Лицо И Сама Она Немножко Остыла И Сразу Ощутила Пустоту Желудки От Вознес Яйцами Пирожки Превратились В Крошки Однако Она Проклотила Их В Один Присест Внезапно Миноли Увидела Своё Приключение Со Стороны Она Не Знала Что Ей Делать Смеяться Или Недоумевать Чтобы Доказать Себе Что Всё Это Произошло Наяву Миноли Осторожно Подползла К Краю Скалы От Песчаного Берега Ничего Не Осталось На Месте Ямки Где Грелись На Солнце Яйца Бились Волны Обломки Камня И Пусор Обрушенные Ею Самой Смыл Приливом А Когда Вода Схлынет На Берегу Не Останется И Следа Ее Отчаянных Усилий Спасти Себя И Кладку Окненной Ящерицы Девочке Удалось Расглядеть Выступ Скалы За Которым Находилось Убежище Королеву Но Королевы Не Было Видно Она Перевела Взгляд На Море Волны Яростно Бились О Драконь Камни И Нигде На Фоне Мрачных Утесов Не Мелькали Яркие Крылья Миноли Потрогала Щеку Царапина Оставленная Когтями Огненной Ящерицы Покрылась Корочкой Засохшей Крови И Песка Значит Все Таки Это Было Откуда Же Малютка Королева Знала Что Я Ей Помогу Но Разве Кто Нибудь Говорил Что Фаеры Клупы Вот Уже Никто Даже Начал Сомневаться Уж Не Выдумка Ли Эти Фаеры Не Плод Ли Слишком Убойного Проражения И Тем Не Менее Люди Которым Вполне Можно Доверять Не Раз Видели Эти Удивительные Создания Вот И Ее Брат Алими Выследил Их У Драконьих Камней Так Что Большинство Склоняется К тому Что Фаеры Все Же Существуют Меноли Могла Поклясться Маленькая Королева Ее Поняла Разве Иначе Удалось Бы Ей Помочь Вот Вам И Доказательство Эти Малютки Вполне Разумны Во всяком Случай Для того Чтобы Провести Мальчишек Которые Горят Желанием Их Поймать Эта Мысль Привела Меноли В ужас Поймать Огненную Ящерицу Запереть Ее В клетке Правда Девочка Тут же С облегчением Подумала Что фаеры Не стали Бы долго Томиться В неволе Им Ведь Достаточно Нырнуть В промежуток Почему Жи Тогда Маленькая Королева Не скрылась Со своими Яйцами В промежутке Вместо Того Чтобы С таким Трудом Перетаскивать Их По одному Да Но промежуток Самое Холодное Место В мире А холод Губителен Для яиц Во всяком Случай Для драконьих Как Там Теперь Яйца В холодной Каменной Пещере Миноли Взглянула Вниз Но ничего Если королева Так сообразительно Как кажется Она заставит Всю свою Стаю Сидеть На яйцах И согревать Их До самого Рождения Миноли Вывернула Мешок В надежде Найти На дне Завалявшиеся Крошки Ей страшно Хотелось Есть Можно было Бы набрать Ранних Ягод И сочных Кореньев Только Ей Почему-то Совсем Не хотелось Уходить Хотя Теперь Когда опасность Миновала Королева Вряд ли Появится Наконец Миноли Выпрямилась И потянулась Все тело Ломило Тупо Ныла Больная Рука А шрам Покраснел И слегка Вздулся Но Пошевелив Пальцами Девочка Убедилась Что ей Стало Легче Разгибать Кисть Да Значительно Легче Ей Даже Почти Удалось Полностью Распрямить Пальцы Было Больно Но Это была Здоровая Боль от растяжения Она попыталась Сложить Пальцы Как при игре На гитаре Тоже больно Но опять-таки Вполне Терпимо Может быть Ей удастся Разработать Руку До сих пор Она бессознательно Щадила ее А нужно Наоборот Нагружать И нагружать Лазать Носить Тяжести Видишь Маленькая Королева Ты мне Тоже Помогла Размахивая Руками Крикнула Миноли Моей руке Уже Лучше Никто Не отозвался Только ветер Тихонько Шуршал В жесткой траве До волны Билися Под ножей Скалы Но Миноле Хотелось Думать Что ее Слова Услышаны Она повернула К дому Счастливая Довольная Выпавшей На ее Долю Удачей Теперь Надо Пошевеливаться И поскорее Набрать Ягод И зелени А склешные Зубами Придется Повременить До следующего Раза Прилив Слишком Высок Продолжение следует... Продолжение следует...